Падение Ежегодно каждый третий взрослый человек в возрасте 65 лет и старше переносит падение. Падение является основной причиной несмертельных травм у пожилых людей. К сожалению, каждое десятое падение пожилого человека приводит к серьезным последствиям, таким как, например, перелом шейки бедра или тяжелая черепно-мозговая травма. Повышенный риск падения у людей пожилого возраста по сравнению с молодыми людьми связан с рядом физиологических особенностей пожилого возраста. Это и мышечная слабость, заболевание опорно-двигательного аппарата, головокружение в средстве сердечно-сосудистых заболеваний. Существуют упражнения на равновесие, регулярно выполняя которые, пожилой человек может существенно снизить свой риск падения. И сейчас мы их вам продемонстрируем. Встаньте прямо, ноги вместе, левая рука свободно расположена вдоль туловища. Правой рукой возьмитесь за спинку стула для обеспечения опоры. Поднимите правую ногу на несколько сантиметров от земли, согнув ее в колени. Сохраняйте равновесие на левой ноге. Старайтесь не переносить вес на руку, которой опираетесь на стул. Оставайтесь в таком положении от 5 до 15 секунд. Встаньте прямо, расположите кисть правой руки таким образом, чтобы ее большой палец находился на расстоянии примерно 30 сантиметров от лица. Для этого согните руку в локте, но не напрягайте ее. Поднимите правую руку вверх настолько, насколько это возможно, чтобы вам было комфортно следить за правым большим пальцем глазами, не двигая при этом головой. Опустите правую руку вниз настолько, насколько это возможно. Продолжайте следить глазами за большим пальцем. Переместите правый большой палец снова на уровень глаз и отведите правую руку вправо. Отведите правую руку влево настолько, насколько это возможно. Помните, что нужно следить за большим пальцем, не двигая при этом головой. Встаньте прямо, ноги вместе, левая рука расположена свободно вдоль туловища. Правой рукой возьмитесь за спинку стула для обеспечения опоры. Поднимите левую ногу на несколько сантиметров от земли, согнув ее в колени. Сохраняйте равновесие, стоя на правой ноге. Поднимите левую руку прямо перед собой на 12 часов. Удерживайте голову прямо, дышите ровно. Переместите левую руку на четверть круга так, чтобы она указывала влево, на 9 часов. Удерживайте равновесие, смотрите вперед. Переместите левую руку еще на четверть круга так, чтобы она указывала назад, на 6 часов. Не напрягайтесь. Теперь переместите руку через сторону, снова вперед. Опустите обе руки и поднятую ногу. Встаньте прямо, ноги вместе, руки расположены свободно вдоль туловища. Правой рукой возьмите за спинку стула для обеспечения опоры. Сделайте шаг вперед левой ногой и поставьте левую стопу строго перед правой. Обе ноги должны стоять на одной линии. Сохраняйте такое положение 15 секунд. Переместите левую ногу назад в исходное положение. Встаньте прямо, ноги вместе, руки расположены свободно вдоль туловища. Правой рукой возьмите за спинку стула для обеспечения опоры. Поднимите левую прямую ногу вперед на несколько сантиметров от пола. Сохраняйте равновесие, стоя на правой ноге. Поднимите левую руку над головой. Держите голову прямо, расслабьте плечи, дышите ровно. Удерживайте такое положение на протяжении 5-15 секунд. Сядьте удобно на стул. Возьмите трость или зонт и поставьте вертикально на ладони. Отпустите вторую руку и постарайтесь удержать трость или зонт на ладони в вертикальном положении, сосредотачивая взгляд на верхней точке используемого предмета. Удерживайте трость или зонт в таком положении как можно дольше, не отклоняя корпус далеко вперед и в стороны. Встаньте прямо, ноги вместе, руки расположены свободно вдоль туловища. Максимально высоко поднимите левое колено, сохраняя при этом комфортное для себя положение. Удерживайте равновесие, стоя на правой ноге. Поставьте левую ногу на пол, разогнув колено. Максимально высоко поднимите правое колено, сохраняя при этом комфортное для себя положение. Удерживайте равновесие, стоя на левой ноге. Поставьте правую ногу на пол, разогнув колено. Встаньте прямо, ноги вместе. Руки расположены свободно вдоль туловища. Удерживая тело ровно, не сгибая колени, бедра, спину или шею, медленно сделайте круговое движение корпусом. Полный оборот нужно совершить примерно за 30 секунд. Дышите ровно. Если вы почувствуете боль или головокружение, немедленно прекратите выполнение данного упражнения. Встаньте прямо, ноги вместе, руки расположены свободно вдоль туловища. Сделайте шаг вперед левой ногой и поставьте левую стопу строго перед правой. Удерживайте равновесие, если нужно, помогая себе при этом руками. Сделайте шаг правой ногой вперед и поставьте правую стопу строго перед левой. Сделайте в общей сложности от 10 до 20 шагов. Занимайтесь по 15 минут не менее двух раз в неделю. В другие дни выполняйте упражнения на развитие силы и растяжку. Будьте здоровы!